وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ Аль-Хамду лилляхи رُبِلَ عَلَمِينُ وَسَّلَاتُ وَسَّلَامُ عَلَى نَبِينَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى عَلَيْهِ وَسَحْبِهِ وَسَلَّامُ 224-й аят, баракалавфикум, قَوْلُهُ تَعَالَى, слова Всевышнего Аллаха Суфан Таля وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ Пусть клятва Аллаха не мешает вам أَنْتَبَرُوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيُنْ عَلِيمٌ Не мешает вам проявлять благочестие, бояться Всевышнего Аллаха или быть богобоязненными и улаживать отношения между людьми وَاللَّهُ سَمِيُنْ عَلِيمٌ Имам Багави Рахима Аллах Али говорит по поводу слов وَلَا تَجْعُلُوا اللَّهُ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ Не делайте ваши клятвы препятствием أَيْ لَا تَجْعُلُوا حَلِفَ بِاللَّهِ سَبَا بَنْمَانِيًا لَكُمْ مِنَ الْبِرِّ وَتَّقْوَا Не делайте клятву Всевышним Аллахом Субхан Аллах Али причиной препятствующей вам делать благочестие и проявлять богобоязненность допустим одного из вас призывают поддерживать родственные узы или проявлять благочестие и он говорит я поклялся Всевышним Аллахом что не буду так делать то есть имеется не буду поддерживать родственные узы с кем-то или проявлять благочестие кому-то فَيَعْتَلُّ بِيَمِنِهِ فِي تَرْكِلْبِرِّ И оправдывается своей клятвой чтобы оставить благочестие поэтому Всевышний Аллах сказал وَلَا تَجْعُلُوا حَلِقُوا حُرُدَةً لَا إِمَانِكُمَانْ تَبَرُو и не делайте клятву Всевышним Аллахом Субхан Аллаху или пусть клятва Аллахом не мешает вам проявлять благочестие مَعْنَهُ смысл اَيْ أَلْلَا تَبَرُو чтобы по причине клятвы вы не оставляли благочестие как говорит всевышний аллах субана талия то есть антабарру и антадырлю бимана как а ля тадырлю точно так же не делайте клятвы всевышнего аллаха или пусть не мешает вам клятва всевышнего аллаха проявлять благочестие или оставлять благочестие понятно да смысл то что значит антабарру а ля табарру бимана как и тима бар а ля табарру то есть оставлять благочестие то есть имеется ввиду какой-то человек поссорился со своим допустим ростом году аллахи я больше никогда к тебе в гости не приду а ему же приказно поддерживает росин узы вала я вот этим людям больше никогда помогать не буду а ему же приказно проявлять благочестие как абу бакр дома да сказал барак луфе комью байину лаву аля кум тадырлю всевышний аллах разъясняет вам чтобы вы не заблудились ай ля ля тадырлю то есть чтобы вы не впали заблуждение валя тадырлю ла урдата аймани кум путь для аймани кум пусть и выше не пусть не делает и не делайте всевышнего аллаха субханалатали или пусть клятва аллаха не мешает вам проявлять благочестие вот таку быть богобоязненными вот услыху байна нас и улаживать отношения между людьми в аллаху сами он али и как пришло от пророка салла лаху алейхиусалям он говорил иногда я клянусь что-то сделать или чего-то не делать и вижу что если я поступлю по-другому будет ближе к богобоязненности я говорит делаю искупление своей клятве и делаю то в чем больше богобоязненности в чем больше богобоязненности ла ю ахизу куму аллаху биллаху и фи аймани куму а лакин ю ахизу кум бима касабат кунуву кум каллаху гафуру халим каулю тааля ла ю ахизу куму аллаху биллаху и фи аймани кум дальше все еще аллах говорит аллах не взыщет вас за пустословие в клятвах а лягу кулью сякетин то есть лягу в арабском языке кулью сякетин мутрах миналь калям то есть вещи какие-то пустословия болтовня и так далее ля ю ахизу куму на который не обращает внимание уах или как говорят же вы слова которые говорят для связки слов просто так не придавая этому значения в ахталиф ахлю ль альми фи лягу ильямин и среди ученых было разногласия что подразумевается под пустословием в клятвах аль маккура фи ляя то есть о котором говорится в аяте некоторые ученые сказали у ама избеку и ля лисан а ля аджалит милис и ля тиркалями мингайри агдин ва каст это то что говорит что произносит язык то есть на скорости можно сказать лисы ля тиркалям для связки слов для связки слов мингайри агдин у человека не было какого-то убеждения лакас и без какой-либо цели брат как дела ты символа и сегодня не поели в аллахи сегодня мы там были в аллахи я его видела лаги я его не видел просто была его лавой лапринге хоккалю калька кто-то говорит для волонебали волонет клянусь аллахом конечно клянусь аллахом кля и в аллахи так нет же клянусь аллах воюрвана айши то айманы лев а еще же рада ладно говорила что лягу лямин то что макканат филхазли уальмирал хусума то есть это те клятвы которые человек говорит шутя или же когда спорить с кем-то или же припирается в дискуссии какие у альхадису лазия ляя кеду алейхи кальт и тех словах которых нет убежденности что ты клянешься преднамеренно о той или иной вещи поколок ауман другие же люди сказали муаньях лифа леща яра это когда человек клянется о чем-то будучи убежденным что это правда потом выясняется что оказывается не так как он думал коля али рады аллаху ангу сказал здесь подразумевается аль гадаб в гневе когда человек клянется то есть когда человек клянется совершить какой-то грех и если он решит севышний аллах нибудь с него спрашивать вот это смысл а я то ля юг зубу лава ля юг зубу лаву билья уфи айманников то есть один из тофсиров по халя зейт ибн азам зейт ибн азам говорил воду а у раджу ли на все то есть когда этот человек делает дуана самого себя то есть как говорят по-русски проклинает сам себя какой не сам как говорит один человек ам аллаху басрия на фалика до до ослепить меня всевышний аллах или сделать все еще не аллах меня слепым есть я сделаю так то и так то по укул ляку все это пустослови ля юг зубе и всевышний аллах за это спрашивать не будет у али ахаза гумбе и если бы всевышний аллах за каждое пустословие в клятве бы спрашивались людей ляджаля лагуму лягуба то сразу бы их наказал и поэтому всевышний аллах даже говорит в аля ки юах изокум бимака сабад кулюбу кум однако он взыщет вас с вас за то что приобрели ваши сердца а я замкнула по собрали ля мин то есть когда вы клялись преднамеренно то есть преднамерен что я вот сейчас клянусь что я это сделали поклянусь что я этого не сделаю ваказ булька его к собакаль то есть каждый карту что такое коз был поляки ля юхом лаубева или вот такие в аля ки юах из кулом его к собаку любым однако всыщет вас за то что приобретут ваши сердца приобретут сердца или приобретения аля коду то есть когда человек барак луфику у него как договор в они и намерения в сердце поклясться что-то делать или поклясться что-то не делать в аллаху вафур он халим всевышний аллах прощающие снисходительны в аля моно лимина говорит им оба гулята на а ты дуэля билля то есть ямин клятва клятвы считается только тогда действующей клятвы в шариате если она была всевышним аллахом субханаталь аубис мин минас мая или же одним из его имен аубис и фатин минс и фатии или же одним из его атрибутов аль ямину билля янья куль то есть клятва всевышним аллахом это когда человек улеви абуду клянусь тем кому я поклоняюсь улево салли лагу клинус тем для кого я молюсь улево зина в себе яде и клянусь тем в чьей душа в чьей руке моя душа ванаху дали к тому подобное вальямину би асмайги что касается клятвы его именами ка каули как слова всевышний аллахом клянусь рахманом ванах вальямину би сафати ка каули клятвам всевышним атрибутами всевышний аллах когда ты лишь в раз-запиле в азаматильдя клянусь величием или силой всевышнего лаху ваджель алиля клянусь величием аллахова пудра телля клянусь мощью всевышний аллах ванах видим explo потом по за халяв обещание минаре фильм устарболь и поэтому есть человек поклянется чем-то из этого то есть именем всевышнего аллаха его атрибула там собана тали или все что несет такой смысл о том что он что-то сделает в будущем или что-то не сделает в будущем фаханаво и не исполнит то о чем поклялся я живу алейка фара он обязан чем искуплением уэйда халява ламрин мады она у канала лам якун есть и же он поклялся о том что в прошлом что-то было а на самом деле этого не было алюанна гулям якун вакатка нынджи клянется что такого такого не было в прошлом но это было инкан или алиман беги халята махалesome беги то есть в тот момент если он знал об этом то есть знал имеется клинется в alla и такого не было но это было либо лайк и так было этого не было и во время клятвы он знал что не так как он клянется фагуль ёмину ламус то это называется я минал гамус в шариате у агумина акабар это является смертным грехом онкана джevil то есть смертным грехом и в нем кафар нет. Если же он во время клятвы не знал, то есть что на самом деле было по-другому, то он говорит, у Аллахи, так не было. И он действительно убежден, что он так не было. На самом деле это было. Или у Аллахи так было. И он убежден, что так было, но на самом деле этого не было. Ученые сказали, это он считается пустословием в клятве. И барак лауфикум, кафара, о которой говорится в этом аяте, о котором говорит имам Багови, значит только о будущем. Если поклянется, что что-то сделает в будущем и не сделает, или поклянется, что что-то не сделает и сделает это. Барак Аллахуфикум. Барак Аллахуфикум если человек о будущем поклянется, что что-то сделает и не сделает, или поклянется, что что-то не сделает и сделает, тогда он обязан чем? Кафарой. Если же за прошлое, то он обязан таубой. Кафара нет. Всевышний Аллаху Субтитры говорит в суре Майда. Аллах не взыщет вас за пустословие в клятвах. И мы уже поняли, что такое пустословие в клятвах. Но взыщет вас за то, что вы скрепили клятвами о будущем. И в искуплении этого, то есть если человек поклянется, что что-то сделает и не сделает. Или поклянется о том, что он чего-то не будет делать и сделает. Искупление этого необходимо накормить 10 бедняков средним или лучшим из того, чем вы кормите свои семьи. Либо готовит им еду и их кормит. Либо же покупает им продукты и кормит их продуктами. Барак-Луфикум. 10 человек. И в виде Барак-Луфикум Всевышний Аллах указал на что? Что должно быть аширотумасакин. А можно я братьев соберу и покормлю? Если твои братья все мискины, проблем нет 10 человек. А если не мискины, то Аллах-Супана Аталия каеда. То есть обусловил, чтобы их было 10 и что они должны быть мискинами. Или же, тут видите, или что? Выбор. Или одеть их. Одеть Барак-Луфикум, купить одежду. В наше время, как Барак-Луфикум, купить 10 рубашек. 10 футболок. То есть то, что считается одеждой. А можно 10 носовых платков купить? Носовой платок? Не одежда, Барак-Луфикум. Значит, у человека Барак-Луфикум выбор это накормить бедняков или же что? Или же Барак-Луфикум одеть их. Или освободить раба. Если есть рабы, но рабов в наше время нет. Вот эти три вещи накормить одет или освободить раба у человека выбор есть. И даже все ученики говорят, а кто не сможет сделать этого, тот должен поститься в течение трех дней. А у нас же Барак-Луфикум с конца начинают многие люди. Поклялся что-то сделать, не делать, все буду разу три дня держать. Нет. Если только ты не можешь вот эти три вещи сделать. Аллах знает, ты можешь или не можешь. Аллах знает, ты можешь или не можешь. Если только ты один из этих мискинов, такой бедный, что у тебя нет возможности накормить 10 бедняков, или одеть их, или освободить раба, только тогда ты имеешь право поститься в течение трех дней. Таково искупление ваших клятв, если вы поклялись и нарушили клятву. Оберегайте же свои клятвы. Уахфазу айманаку все ученики говорят, оберегайте. То есть, если поклялись что-то делать, то делайте. Если поклялись что-то не делать, то не делайте. Исключением является что? Исунной, что если ты поклялся, баракалуфикум, делать что-то, сделать что-то и увидел, что оставить этот поступок ближе к богобоязненности, тогда ты должен оставить это действие. И сделать искупление, которое мы перечислили, и баракалуфикум, сделать то, что ты поклялся, не делать. Или же наоборот, ты поклялся что-то не делать и увидел, баракалуфикум, что ближе к богобоязненности, к богобоязненности поступить по-другому, сделать искупление и поступить по-другому баракалуфикуму. Я побуждаю, дай Аллах, чтобы закончить Тавсир. Если кто раньше на это не обращал внимания, начните с сегодняшнего дня. Вот как появляется баракалуфикум новая запись, как вы ее прослушали, перед тем, как появится следующая запись, постарайтесь выучить. И представьте, этим самым вы объедините между двумя добрами. То есть баракалуфикум получается, и выучите, и будете знать Тавсир. Смотрите внимание, Супан Аллах, да сколько вот удивительны слова Всевышнего Господа, Супан Аллах, если человек, как сказал Всевышний Аллах, афаляет адабару на Куран, почему они не задумываются над Кураном? Субтитры создавал DimaTorzok